Девушки отдыхают Первая колонна бронетехники 40-й армии должна была начать движение по направлению к советской границе. 13 мая 1988 года. Кабул. Начальнику оперативного управления штаба 40-й армии. Секретный. По сведениям нашего источника, в районе города Джалалабад ожидается проведение крупномасштабной военной провокации против советских войск. В случае необходимости использовать последнюю разработку тяжелых огнеметных систем. Начальник главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил СССР. Перед командованием 40-й армии была поставлена жесткая боевая задача. Не допустить вооруженных провокаций со стороны маджикедов и провести операцию по выводу войск из Афганистана без потерь. После получения шифровки из генерального штаба было принято решение вывести на боевые позиции тяжелый огнеметный комплекс «Буратино». Это было совершенно новое средство ведения боя. До 1988 года против маджикедов применялись только ручные огнеметы. Шайтан труба, чертова труба, так называли афганские маджикеды, ручные советские огнеметы. А во время вывода 40-й армии из Афганистана буквально нескольких показательных залпов тяжелой огнеметной системы «Буратино» оказалось достаточно, чтобы вынудить противника отказаться от нападения на советские автоколонны. Но боевой эффект от применения самой мощной в мире огнеметной системы «Буратино» был настолько ошеломительным, что ее приняли на вооружение только через 15 лет. Военным долго не удавалось вписать в тактическую картину современного боя оружие, обладающее столь огромной разрушительной силой. Сегодня мы впервые расскажем историю создания этого удивительного оружия, стреляющего огнем. Траектория огня Уже почти год продолжается Первая мировая война. Ранним утром 30 июля 1915 года на Западном фронте в районе города Ипр немецкое наступление на английские позиции началось с необычной операции. Подкравшись к окопам противника, немецкий штурмовой отряд начал буквально поливать их пылающей горючей смесью. В панике англичане бежали. Новое немецкое чудо-оружие получило название «огнемет». Очень трудно солдат с собой живой силой и очень трудно командиру поднять в атаку бойцов, когда он видит впереди шквал огня. Все живое боится огня. Тут никуда не денешься. Дальность действия первых огнеметов составляла не более 30 метров. Поэтому, несмотря на неоспоримый психологический эффект, скоро стало очевидным, что новому оружию не переломить хода войны. Огнеметы были не единственной новинкой военной техники Первой мировой войны. На полях сражений появились танки, минометы. А за несколько месяцев до огнеметной атаки в районе Ипра впервые были применены отравляющие газы. 8 августа 1915 года. Петроград. Начальнику главного артиллерийского управления военного министерства. Секретно. По полученным мною сведениям, новое немецкое оружие, называемое огнеметом, достаточно примитивно. Тем не менее, следовало бы всерьез рассматривать возможность использования огнеметов в пехотном бою. Начальник оперативного отдела Юго-Западного фронта. Уже через год после первой огнеметной атаки в одной из военных мастерских Петербурга было разработано собственное зажигательное оружие. Наши замечательные инженеры Странден, Паварнин и Столица в 1916 году успешно справились с порученным им заданием по разработке этого огнемета. И в 1917 году этот огнемет появился, прошел испытания и пошел в производство. Русские конструкторы первыми в мире применили в огнеметах фугасный принцип. Горючая смесь выбрасывалась из ствола под давлением пороговых газов. Этот принцип действия применяется до сих пор. Но существенным недостатком огнеметов была небольшая дальность поражений зажигательной струей, что было причиной падения интереса к новому оружию в начале века не только в России. Конструкторские разработки в этой области продолжились уже в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века. Дальность действия первых советских огнеметов серии «ФОГ» в то время увеличилась до 100 метров. Разрабатывались и другие конструкции огнеметной техники. 18 ноября 1940 года. Берлин. Начальнику управления внешней разведки Германии «Абфер». Совершенно секретно. По уточненным данным, на вооружение советской армии поступил новейший самоходный огнемет «АТО-40-20». Огнеметная пушка установлена на платформе одной из модификаций танка серии «КВ». Технические характеристики выясняются. Резидент германской разведки «ВСССР». Обеспокоенность немецкой разведки имела серьезные основания. К началу Великой Отечественной войны наша армия имела на вооружении вдвое больше огнеметов, чем немецкая. 1 декабря 1941 года. В этот день в районе города Нарафаминск была сорвана одна из последних попыток немецкого наступления на Москву. Передовая часть немецких войск встречена внушенным залпом 26-й огнеметной роты под командованием лейтенанта Михаила Собецкого. Четыре немецких танка и две роты автоматчиков были просто сожжены. «Вот эти огнеметы фугасные ФОК-2, ФОК-3 и особенно танковый огнемет АТО-42 были самыми мощными, самыми лучшими образцами огнеметно-зажигательного вооружения Второй мировой войны». Осень 1942 года. Битва за Сталинград становится переломным событием Второй мировой войны. Город был буквально превращен в руин. Противников порой разделял какой-то десяток метров, и применение тяжелой техники было невозможно. Именно на улицах Сталинграда ручные огнеметы проявили себя не только как мощное оборонительное, но и как наступательное оружие. В это же время в США, в Гарвардском университете, завершились разработки принципиально новой зажигательной смеси. Одно из самых страшных изобретений 20 века американские ученые получили просто смешав бензин с загустителями, нафтеновой и пальмитиновой кислотами. По их первым буквам новая зажигательная смесь получила свое название – напалм. Густая авиазкая жидкость, созданная в американских лабораториях, имела высочайшую температуру горения – 1000 градусов. Она легко прилипала к любым поверхностям, а сбить пламя было практически невозможно. Во время Второй мировой войны именно напалм стал оружием, сопоставимым по своей эффективности с оружием массового поражения. Февраль 1945 года. В скором поражении гитлеровской Германии уже никто не сомневается. Тем не менее, в последние месяцы Второй мировой войны англо-американская авиация проводит серию массированных бомбардировок немецких городов. В ночь на 13 февраля союзники совершили два авианалета на Дрезден. В этой атаке впервые были применены бомбы с напалмовым боезарядом. Меньше чем за час город был превращен в пылающие руины. В том же году напалмовые бомбы были применены и против союзника Германии – Японии. При бомбардировке Токио от применения зажигательных веществ, зажигательного оружия, погибло в несколько раз больше людей, чем при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. В августе 1945 года после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки уже никто не рассматривал напалмы как ударное средство массового поражения. Угроза ядерной войны на некоторое время отодвинула на другой план идею боевого использования огнеметной техники. Огнеметы, они как-то после войны, вследствие причин мне неясных, ну, оказались вроде бы ненужным оружием и тихо умерли. Их не делали. Но угроза глобальной ядерной катастрофы постепенно привела к осознанию ведущими мировыми державами необходимости продолжения разработок традиционных видов оружия. 1968 год. Американская армия при ведении боевых действий на территории Вьетнама переходит к тактике выжженной земли. Напалмовые огнеметы становятся неотъемлемой частью карательных операций против северо-вьетнамских войск. После того, как произошел, произошли ряд военных конфликтов, в частности, ведение американцами войны во Вьетнаме, в Корее, оружие ближнего боя, в том числе огнеметно-зажигательное, получило новое дыхание и стало развиваться большими темпами. В марте 1969 года несколько дней продолжались бои на советско-китайской границе в районе острова Даманский. В решающий момент наступления китайской армии с советской стороны была использована новая система залпового огня «Град». 12 июня 1969 года. Начальнику главного оперативного управления Генерального штаба. Во избежание потерь личного состава при применении комплекса «Град» в ближнем бою, считаю необходимым создать огнеметный аналог системы залпового огня. Советское военное руководство принимает решение возобновить разработки огнеметной техники. Омское КБ транспортного машиностроения начинает работы по созданию тяжелых огнеметных систем. Тульскому КБ приборостроения в приказном порядке поручается создание легких огнеметов. Ну, конечно, я отправился в министерство и начал возражать категорически, шуметь и говорить, «Ну, что у нас всякой ерундой? Мы для высоких целей созданы, вот мы управляемым занимаемся, а вы нам всякую дрянь, суете и так далее. И вообще не наш профиль. Не буду, и все». Тульское КБ в те дни было загружено срочной работой над новым противотанковым управляемым ракетным комплексом «Фагот». Но представитель министерства, старый товарищ Аркадий Шипунова, все-таки убедил генерального конструктора. «Аркадий, ну я тебя прошу, смирись, смирись!» Ну и само это выражение, значит, на меня произвело впечатление юмористическое. Ну я рассмеялся, ну ладно, черт с вами, посмотрим. Подразделения огнеметной техники в Тульском КБ приборостроения доверили тогда еще очень молодым конструкторам, Владимиру Камолову и Юрию Кириллову. Разработки нового поколения огнеметов им пришлось начать практически с нуля. Применялись две огнесмеси полевого приготовления, летняя и зимняя. То есть огнеметчик должен был готовить эту огнесмесь, снаряжать в полевых условиях. Огнемет отстреляв, чистить его, промывать, ну и так далее. Нашим оружейникам было необходимо решить сложнейшую конструкторскую задачу. Совершенствовать горючую смесь и максимально увеличить дальность действия огнемета. Очень трудно иногда бывает решить какой-то вопрос. То есть остановка не проходит, не получается решение. Значит, на бумаге, на кольмане все понятно, выходишь на эксперимент, ничего не получается. Верное решение было найдено случайно, когда казалось, что работы зашли в тупик. Идея молодых тульских конструкторов Камолова и Кириллова была предельно простой, но революционной. Они предложили вообще отказаться от использования огнеметной струи при стрельбе. В новом реактивном пехотном огнемете «Рысь» зажигательной смесью была начинена небольшая граната, которая изменила сам принцип действия всей огнеметной техники. Идея нового боезаряда для огнемета была позаимствована конструкторами из собственного опыта работы над созданием ракеты для противотанкового комплекса «Фаго». Мы просто в отчаянии вместе с Юрой Кирилловым взяли и сделали, согнули, можно сказать, на коленке оболочку, продырявили в ней дырки. А в это время как раз были двигатели «Фагота». Мы взяли двигатель целиком «Фаготовский» и из трубы выплюнули эту штуку. И увидели, что она летит сразу на 200 метров и горит. В результате дальность стрельбы увеличилась в два раза. Заявленные пульскими конструкторами уникальные боевые возможности нового огнемета «Рысь» вызвали недоверие у армейского руководства. Тогда сама идея совмещения принципов действия огнемета и реактивной артиллерии казалась парадоксальной. То есть это вот перестройка в мозгах очень трудно происходит. Поэтому я считаю, что было определенное так противодействие, недопонимание, трение. Сложнейшие государственные испытания продолжались несколько лет. И однажды появилась целая комиссия на полигоне, когда мы стреляли с температурой минус 50. Один из полковников заведующей кафедры, как раз огнемет, выразил очень большое сомнение, что мы можем это дело подтвердить стрельбой. И когда произведен был выстрел и вся смесь темперированной до минус 50 загорелась, он столь был поражен, что засомневался и взял кусок горящей смеси на руку. Но естественно руку обжег, после этого забинтовал эту руку фельдшера, обиженный вообще уехал с полигона. 1975 год. Приказом министра обороны СССР первый реактивный пехотный огнемет многоразового действия принимается на вооружение. Новое оружие получает официальное наименование «Рысь». Несмотря на очевидный успех, работы над огнеметной техникой продолжались. В том же 1975 году была изобретена принципиально новая зажигательная смесь. При ее использовании достигался эффект объемно-детонирующего взрыва. Объемно-детонирующий взрыв обладает тем достоинством от обычного боеприпаса, снаряженного обычным традиционным конденсированным боеприпасом, тем, что он, как правило, использует горючее. А окислитель берет из окружающего воздуха. Отсюда энергетика его значительно выше. Новая огнесмесь позволила резко уменьшить размеры боеприпасов, а значит появилась возможность сделать конструкцию огнемета более компактной. Новый реактивный пехотный огнемет получил кодовое название «Шмель». В конце 70-х годов начались его полигонные испытания. К числу многих инженерных достижений, реализованных в этом оружии, наряду с мощной боевой капсулой, можно с полным основанием отнести двигательную установку, которая, не будучи жестко закрепленной в контейнере, позволяет выбрасывать массивный боеприпас на сотни метров без отдачи для стреляющих, что повышает точность стрельбы. Огнемет Данный огнемет является очень простым в эксплуатации. Время перевода его в боевое положение составляет 30 секунд. Для этого надо отстегнуть переднюю рукоятку, установить прицел, завести, изготовиться, снять с предохранителя и произвести выстрел. Цель машины номер 2. Дома 100. Центр цели. Огонь. При взрыве термобарического боеприпаса создается ударная волна с гораздо более длительными фазами сжатия и расширения, чем при взрыве обычного артиллерийского боеприпаса. То есть основным поражающим фактором данного боеприпаса является избыточное давление. Карманная артиллерия или артиллерия пехоты. Такое прозвище получит новый реактивный пехотный огнемет «Шмель». По замыслу конструкторов он должен был занять пустующую нишу в вооружении нашей армии между стрелковым оружием и настоящей артиллерией. Но в начале 80-х государственным испытанием нового огнемета не суждено было завершиться. Окончательную проверку огнемет «Шмель» пройдет уже в боевых условиях. 1982 год. Три года войны в Афганистане показали, что привычные методы ведения боя советских войск неэффективны против партизанской тактики маджекера. Объектами их атак были колонны бронетехники и гуманитарных групп. Одно из важнейших стратегических направлений проходило через Панжерское ущелье. 19 июля 1982 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Секретно. По данным разведки, база маджахедов в районе Панжерского ущелья представляет собой систему хорошо укрепленных фортификационных сооружений. Применение авиации и артиллерии при проведении десантной операции считаем неэффективным. Предлагаем усилить подразделение ВДВ огнеметными расчетами. Из докладной записки начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. В августе 1982 года подразделению советских десантников было поручено уничтожить в горах базу известного полевого командира Ахмад Шаха Масуд. Специально для проведения этой операции в Афганистан была переброшена партия новейших реактивных огнеметов «Шмель». В первом же бою стала очевидна и высочайшая эффективность нового оружия. Первое мое ощущение, которое я испытал при использовании данного примета, это то, что наряду со всей простотой его использования, его надежностью, вместе с тем ощущаешь себя артиллеристом, какой-то мощной артиллеристской системы, а не обычным солдатом-пехотинцем. Баллистика снаряда нового огнемета теперь позволяла опытному стрелку с расстояния в 600 метров попадать в цель размером с небольшую форточку. От выстрела «Шмеля» бетонные доты разлетались на куски, а металл боевых машин просто плавился. В результате операции база террористов была уничтожена, хотя сам Ахмад Шах Масуд сумел скрыться. Появление огнемета «Шмель» на вооружении советской армии изменило тактику проведения десантных операций. Увеличенная дальность выстрела карманной артиллерии позволяла подавлять огневые точки противника, сводя к минимуму потери среди десантников. Действительно можно сказать, что его использование спасло много жизней наших солдат. В то время маджахеды не так боялись танков, как боялись именно наших огнеметов. И один только слух о приближении нашего отряда часто заставлял маджахедов отступить. Лицо этого человека мы не можем показать и сегодня. В 1988 году при выводе советских войск из Афганистана он осуществлял ряд секретных операций. Именно ему было поручено контролировать первое боевое применение совершенно секретной тогда тяжелой огнеметной системы «Буратино». А вы понимаете, с первых же пусков «Буратино» оказалось, что создано уникальное оружие, которому не было равных ни у нас, ни у американцев. Скорость схода снарядов у него колоссальная. 30 штук за 15 секунд. В радиусе двух километров один залп «Буратино» уничтожает практически все. Комплекс «Буратино» был создан в Омском КБ транспортного машиностроения. Аналогов этому оружию в мире не существует до сих пор. В середине 90-х годов тульским конструкторам было поручено разработать мини-огнемет для проведения точечных боевых операций. Коллектив взялся за эту работу и удалось найти технические решения, используя наработки химической промышленности в части создания новых смесей боевых, новых порохов, новых материалов, создать РПО «Приз». Для разработки реактивного пехотного огнемета «Приз» понадобилось всего 4 года. Его дальность и боевая эффективность превосходят параметры смеля в полтора-два раза. Зачем создается вся новая техника? Это для того, чтобы получить преимущество перед противником, придать оружию новые свойства, которых у противника нет. Еще в 1980 году на 35-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсуждалось предложение ряда стран о причислении зажигательного оружия к средствам массового поражения. Но большинство ведущих стран мира голосовали против этого решения, в том числе СССР и США. Изменение характера военных конфликтов обусловило новый подход к использованию огнеметной техники. Сегодня она стала незаменима при проведении контртеррористических операций. А возможность точечного применения новейших огнеметов позволяет избежать случайных жертв. Кто-то должен заниматься этим. У нас, кстати, все предприятие наше, все, целиком, занят как раз разработкой оружия. То есть это оружие предназначено для истребления людей. Так или иначе. Но во всем мире это происходит. У нас есть такое предприятие в Америке, есть аналогичное. Там работают такие же люди. В 2003 году решением Министерства обороны на вооружение российской армии были приняты. Самый маленький армейский огнемет РПО «Приз» и новые модификации самой большой в мире огнеметной системы «Буратино ТОС-1А». За почти вековую историю своего существования огнеметы прошли изменения от громоздких нагнетателей, выбрасывающих зажигательную смесь, до современной военной техники, практически карманного формата, предназначенной для проведения контртеррористических операций. О новейших конструкторских разработках огнеметной техники можно говорить как о почти идеальном оружии, которое уже одним фактом существования на вооружении нашей армии сводит к минимуму необходимость своего применения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok